Павел, Игорь Егоров, Квинси, открывается слева, Квинсенко сейчас будет желтая, вы знаете, у Березуцкого, да, вторая желтая карточка, нет, 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 вторая желтая, совершенно точно, раздевалка, красная карточка, поможет ли это Спартаку, то, что ЦСКА остался в десятером на самых последних минутах, и в каких минутах, давайте посмотрим, ага, три минуты есть, но, собственно, они и остались до конца основного времени этого матча, Спартак пытается повторить то, что мы уже видели, когда Моцарт забивал мяч, да, Бояренцев навешивает, выходит Акинфеев, дотягивается, Максим, ох, Квинсенко бьет, попадает в Одио, отскок, и фалит Родригес в центральном круге, прекрасно понимая, что, ну, нужно было фалить, ой-ой-ой, драка, драка начинается, Одио, набрасывается на Родригеса, ну, понятно, армейцы бросились защищать Олеча, у Олеча совсем недавно, да, у Олеча совсем недавно была серьезная травма, И, конечно, ЦСКА оберегает своего нападающего, Родригес, Газаев выскочил, видите, на поле, молодец, Валерий Георгиевич, правильно, правильно, Нельзя тренеру выходить на поле, но в таких ситуациях можно, браво, Газаев, Трибуны же все видят это, и надо успокоиться, браво, Газаев, у Родригеса, получается, не было никакого выхода, потому что вышел далеко из своих ворот Зуев, и если бы Олеч обыгрывал Родригеса, все, он мог бы перебрасывать через Зуева в пустые ворота, Все нормально, все спокойно, Моцарт показывает Егорову, но, тем не менее, какие-то санкции будут, Егоров советуется с боковым арбитром, но в любом случае должен быть наказан Родригес, он сорвал атаку, которая могла стать голевой, правильно, это в любом случае, а дальше уже идет разбирательство по поводу, может быть, каких-то дисциплинарных санкций, и возникшей драки в центральном круге. С Олечем, по-моему, все в порядке. С Олечем, слава богу, все в порядке, это, в общем, самое главное в этой ситуации. Оди, видимо, он бросился защищать своего партнера, и вот он обнимается с Моцартом. Ну все, инцидент исчерпан. Чиди Оди получает желтую карточку, а Моцарт, несмотря на объятия, получает вторую желтую, вы помните, у Моцарта уже была желтая, вторая желтая, равна красной карточке, и так Игорь Егоров уравнял составы. Газаев тот, который, что он там сказал? Про драку что-то. Да, но, народ, наши победчики, если бы они слышали, это лучше, чем мы. По регламенту, Виктор, что там из карточки они переносятся? Нет, они вообще никуда не переносятся, Николай. Этот матч такой стоит особняком, и, кстати, это передает ему определенный характер, и в этом смысле, который вы имеете в виду. Ну вот видите фолк Родригеса. Самое интересное, что... А, Родригес он показал еще раньше желтую карточку. Это тут, так сказать, вопроса нет. И вот, смотрите, смотрите, что начинается. Моцарт Дидуро тут тоже приложил руку. И Микнашевич бросился в борьбу, как бег с препятствием, перепрыгивая через упавшего нигерийца.